Мир вам, братья и сестры! Я получил наслаждение, духовное и эстетическое участие, и, надеюсь, вы тоже. Сегодня день воскресный, и мы собраны во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И, собственно, мы будем читать Слово Божие в начале текст Писания. Который записан в послании к евреям, 10 глава, весь отрывок с 19 по 23 стихи. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и, а мы в тело водою чистою будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший». Весь текст Писания давайте в нашем размышлении сузим до двух утверждений. Первое, о чем говорит здесь автор этого послания, путь новый, да? «Будем входить в освятилище путем новым», и добавляет, «путем новым и живым». Второе утверждение – это нужно очистить сердца от порочной совести. Что такое путь новый? «Был старый или, более точно, ветхий путь, когда в Скинии, затем в первом храме, втором храме входил первосвященник однажды в год, причем не со своей кровью, а с кровью тельцов и козлов, входил во святое святых, которое, собственно, и было храмом для того, чтобы заступить народ. Речь шла о грехах неведения народа. За сознательные грехи люди должны были приносить свои собственные жертвы, имеется в виду по личной инициативе. А вот за грехи неведения первосвященник однажды в год. Но тогда, когда наш Господь Иисус Христос умер, мы читаем «Завеса в храме разодралась надвое», таким образом, открыв доступ, как поясняет автор этого послания, послание к евреям, к Богу, во святое святых, теперь народ может иметь общение с Ним. Это, если короткое объяснение, что такое путь новый по отношению к ветхому. Но почему здесь сказано, что нам нужно очистить сердца от порочной совести? Дорогие, дело в том, что путь-то новый, но на нем нужно обновляться. Это и будет темой наших размышлений. Эту проповедь я построил следующим образом. Я буду называть или прочитывать заголовок по теме. Затем я буду обращаться к некоторым текстам Писания, коротко на них останавливаться, и мы будем переходить к следующей части. Сперва физический дом. Второе послание, или вторая книга Паралипоминон, 24 глава, 4 стих. И после всего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господен. Пришло на сердце обновить дом Господен. Мы знаем, что первый храм простоял порядка 500 лет, 400 лет, если с округлением, 400 лет, и был разрушен в 586 году вавилонянами. Второй храм, построенный за Рававилем, простоял приблизительно 500 лет и был реконструирован, по сути дела, полностью Иродом Великим в 20-м году до Рождества Христова. И был разрушен, соответственно, в 70-м году войсками Тита, кстати, 10-й легион, который вышел из Кисарии Приморской. Никто и не думал называть этот третий храм, или, вернее, перестройку эту третьим храмом, потому что Ирод Великий был, на самом деле, значительным строителем, но при этом он был полукровкой, и поэтому для евреев этот идумиянин, в общем-то, не представлял собой вот той самой личности, именем которой можно называть этот храм. Понятно, что в период физического пребывания храма на храмовой горе, на одной из гор Мария, на которой однажды был принесен в жертву Исаак Авраама, затем там же был жертвенник Орны и Ивусиянина, и затем там же построен был храм первый, затем второй. Кстати, евреи не говорят слово «шалом» в двух случаях. Первый – это Йом-Кипур, или Судный день, когда каждый еврей, ортодоксальный или реформистский, он ожидает, что ему будут прощены грехи, и поэтому они не говорят слово «мир». Второй день – это 9 августа, то есть 9 августа. Именно в этот день были разрушены оба храма, и первый, и второй. Но поскольку физический дом, он нуждался в обновлении, как, впрочем, и все, я совершенно уверен, успел уже за время вашей программы посмотреть так, украдкой, знаете, на ваш этот великолепный храм с подсветкой, планировкой. Я представляю, сколько вложено было сюда творчества, вкуса, если хотите. Но, конечно, нужно обновлять дом, потому что иначе он придет в ветхое состояние. Но давайте перейдем к тому, что касается духовного храма, внутреннего. Псалом 50, 12 стих. «И дух правый, обнови внутри меня, молится в своем покаянном псалме царь Давид». Собственно, его псалом – это выражение внутреннего, «insight», как говорят здесь. Это то, что он переживал спустя год или полтора, приблизительно по скромным подсчетам, стенание после согрешения с Версавией. Давид не находил выхода, он жил в этом подавленном состоянии. А затем пришел пророк и говорит, «Царь, он привел ему пример с этой овечкой, мы ее помним». И вот он говорит, «Ты знаешь, что ты сделал на самом деле? Тебе необходимо покаяние». И он плачет. Но давайте внимательно посмотрим на это выражение. Царь Давид говорит, «Дух правый, обнови внутри меня». Вот если бы он сказал, «Дух оскверненный, обнови», нам было бы понятно. Поскольку есть не только сквер на плоти, но и сквер на духа. Написано, «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». К скверне духа относятся такие вещи, как лукавство. Не обязательно быть внешне разнузданным человеком, поскольку скромность относится в первую очередь к внутреннему состоянию. Не обязательно быть замешанным в каких-то открытых и скверных грехах. Достаточно быть человеком, у которого дух заражен лукавством. Помните, как, опять же, псалмопевец говорит, «Блажен человек, кому прощены грехи, и в чем духе нет лукавства». И нисколько не святее это состояние, когда в духе присутствует лукавство. И в какую бы одежку это лукавство не облачалось, оно остается лукавством, и оно остается скверной. Но здесь он говорит, «Дух правый, обнови внутри меня». Что имел в виду Давид? Дело в том, что Писание ожидает процесс обновления, причем на постоянной основе. И чем ближе мы к Господу, возлюбленные, тем больше у нас должно появляться ощущение потребности в обновлении. Помните, как написано, «Святой да освящается еще». И чем ближе мы к Господу снова, чем ближе мы к Господу, помните, Симон, ученик Иисуса, увидев проявление сверхъестественной силы Господа, припал к коленам Иисуса и говорит, «Выйди от меня, Господи!» Ну, послушайте, что он говорит дальше. «Ибо я человек грешный». Симон, ты человек грешный, ты ученик Иисуса, ты рядом с Ним, тебе Он дает силу и власть, и ты говоришь, что ты грешный. Чем ближе мы к Господу, тем острее мы ощущаем свое недостоинство, и тем больше духовные люди ощущают потребность в обновлении. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Перед этим сказано, что нам нельзя сообразоваться, то есть как бы себя, ну, к себе примеривать образцы и образ, собственно, сам образ мира этого. Но написано, «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Подобный текст, Ефесинам 4, 23. «Обновиться духом ума вашего». Дорогие, ну, мы ведь внимательно с вами читаем Писание, так, когда говорится о том, что нужно обновить что-либо, мы должны понимать, о чем идет речь. И здесь говорится, что нам нужно обновить дух ума. О чем речь? Что имеет в виду здесь апостол Павел и в первом и втором случае? Дело в том, что у нас есть определенная внутренняя, вот здесь в голове, установка, «mindset», English speaking. И это установка, которую мы как-то отстраиваем, и мы и пользуемся, мы оперируем, если хотите. Точно так же, как у нас есть операционная система в наших компьютерах. И время от времени операционная система, кстати, довольно быстро, нужно признать, она устаревает. И там ее нужно вот апгрейд, апдейд, вот эти вот все вещи нужно делать, потому что она уже просто отстает. Я помню, в моем детстве, при всем моем глубоком уважении к родителям, папа болел, сколько я помню, мама нас четверых мальчишек воспитывала, ну, возила на собрание, прочее. И вот у нас, поскольку нам нужно было еще хозяйство вести домашнее, у нас не было заведено в нашей семье ходить на собрание в четверг, на неделе. У вас когда собрание здесь? В среду, в четверг? Когда вы? Вторник, вообще вторник, да? Вот, ну, как-то не было заведено. Работали, ну, не знаю, какие-то были извинения, объяснения. Потом прошло время, и мы уже стали молодыми людьми. Я как-то задался вопросом, а почему я не хожу на собрание? Вот четверг. Я стал читать Писание внимательно, «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди». Даже двое или трое, представляете? Минимум. Два или три. Ну, меньше двух уже как собрание. Как уже меньше двух? Вот два или три. И Господь приходит, а я не прихожу. Так кто я такой? И вот это мой был личный принцип. Вот Господь его так утвердил во мне. Если есть собрание в поместной церкви, нужно на него ходить. У вас ведь тоже так, правда, молодежь? Тоже все остальные. Вот, представляете, вот этот майнсет, я просто его поменял. У меня внутри появилась вот такая установка. Просто к слову, когда однажды я с группой молодежи был в Вильнюсе, в Литве, организовывая поездку по Прибалтике, я благодаря этому принципу, что если есть собрание в церкви, нужно на него идти, я пошел на собрание. Молодежь моя там отказалась. А я пошел на собрание. И в тот вечер, на том собрании, я впервые встретил мою будущую жену. Смотрите, какое благословение. Поэтому я и говорю с тех пор молодежи, молодежь, ходите на собрание. Майнсет. Определенная установка, которая у нас, я хочу спросить тебя, она нуждается в обновлении? Может быть, она устарела? Может быть, ты не успеваешь за тем, к чему призывает тебя Господь? Послание к Титу. 3 глава, 5 стих. Баняю возрождения и обновления Святым Духом. Вот слово возрождение мы сейчас оставляем. Мы рассмотрим слово обновление, поскольку это наша тема. Слово «банию» нам, славянам, очень хорошо понятно. Речь идет, это образный, сочный язык Библии. Речь идет о всеобъемлющем действии Божьей благодати. Дело в том, что мы с вами, люди, human being, мы так устроены, что нас все время подстерегают крайности. Если мы начинаем освящать Дух, плоть в забвении, если мы начинаем освящать плоть, ну, как-то приводить ее в порядок и там одевать и все прочее, у нас Дух в загоне. Нас все время подстерегают какие-то односторонние действия. И выборочность текстов Писания это наша проблема общая. Мы определенные тексты Писания считаем важными, а какие-то тексты мы не считаем важными. И даже трудно объяснить, почему. А у Господа комплексный подход. Помните послание к фессалоникийцам? Первое послание, пятая глава. Он говорит, «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости» – это ключевое слово – «во всей целости» до сохраниться в пришествии. Господь не разделяет. Если сегодня кто-то вам скажет, что, слушай, да, с этой плотью, с этим телом вообще не важно, что там у нас, как, это вообще не беда, время другое, 21 век, Америка, не слушайте, это обман. У Господа все это вот вместе мы являемся теми самыми, которые носят благодать Божией по Его великой милости и которые призваны быть и стать, опять же, по Его благодати, письмом Христовым. Когда внутренний мир выражается во внешнем мире и таким образом притягивает людей, которые видят или читают это письмо. В Древнем Израиле была такая традиция ритуального омовения. Она называлась на иврите «твила». То есть, когда израильтянин заходил в воду и совершалось ритуальное омовение в знак сердечного сокрушения. То есть, он показывал, что я вот сейчас захожу, это был всегда осознанный ритуал, действо, он заходил для того, чтобы показать, я каюсь. Ну, со временем эта хорошая традиция превратилась просто в форму. Помните, у оси есть «раздирайте сердца ваши, а не одежды». Одежды раздирались в знак сердечного сокрушения, но со временем просто одежды раздирали, а сердца оставались нетронутыми. И вот здесь, что происходит? На берег Иордана приходит человек в очень необычной одежде. Кстати, его рацион, диета была тоже очень необычная. Этого человека звали Ян Креститель. И он говорит, «Вам нужно всем покаяться». И потянулись реки людские на берег Иордана для того, чтобы там совершить ритуальное омовение. А теперь давайте привяжем к тому, о чем мы начали говорить, твилу. И вот идут фарисеи. Ну, все идут, и мы идем. Он выделяет эту категорию и говорит, «Послушайте, у вас не настоящая твила. Вы зайдете в Иордан, но выйдете такими же, разве что мокрыми. У вас непорядок по части покаяния, сердца черствые». Общее размышление на тему обновления. Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. «Так и нам ходить в обновленной жизни». Понятно радоваться обновленными, ликовать, какие-то гимны, торжественные. Вот когда у нас подъем духовный, и это же где-то влечет за собой эмоциональный подъем. Когда мы соединяемся вместе, иногда мы бываем на таких общениях, мы еще это по-другому называем фавор, такой подъем. И вот это одно дело. Другое дело – это ходить. Послушайте, как можно ходить обновленными, новыми? Ну, пример, для того, чтобы ясно было. Купите новую вещь, походите в ней. Сколько времени, дорогие, эта новая ваша вещь будет оставаться новой? Ну, для того, чтобы еще более конкретизировать то, о чем мы говорим, пусть это будет обувь при всей нашей цивилизации западной. У нас тут эти бетонные дорожки, асфальт и все прочее. Сколько вашей обуви будет оставаться новой? Можно отвечать. Но вы скажете, все зависит от того, который ее носит. Правильно скажете. Тем не менее, дорогие, недолго, поверьте, недолго, разве что, ну, не знаю там, что может быть, какое-то совершенно исключение, недолго. Почему он здесь говорит, что нам нужно ходить в обновленной жизни? Почему? Дело в том, что ходить вот в такой жизни новой можно лишь при том условии, что ты постоянно обновляешься. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Если вы не вовлечены в активное служение, то есть что-то очень такое постоянное и значительное, я к этому отношу, например, спевки, хора, хористы, ведь я почему-то уверен, что вы вот при таком пении ну, ревностно посещаете ваши спевки. И у ваших регентов вообще не существует таких проблем, как хористы, ну, почему опаздываете? Ну, я просто даже не допускаю. Такое бывает вообще в жизни, но я думаю, что вы просто исключение. А вот представьте себе, вы в детской работе, детская работа. Это на постоянной основе, вам нужно готовиться, вот уроки, вы молитесь, или молодежная работа, да, или еще какое-либо служение. И вот для всех, которые активно вовлечены в служение, может, и, как правило, наступает момент, когда момент выгорания современное понятие, эмоциональное истощение, это такое преддепрессивное состояние, когда вы ничего не хотите делать. Когда вы говорите, все, все, чтобы я еще раз когда-нибудь, знакомо, да, вот то, что я сейчас говорю, чтобы я еще когда-нибудь, давайте делегировать, я отдам служение, пусть кто-то другой делает. Но потому что-то происходит, проходит время, вы говорите, нет, нет, подожди, так надо же делать, надо что-то делать. Ну, конечно. И вы делаете. Что происходит? Для человека, который истощен, перегружен был, да, и вот пришел момент, когда у него некая апатия духовная, это целый комплекс, тут где-то и наше душевное состояние, вот фактор душевный, тоже играет роль. И вы в итоге говорите, нет, нет, я уже ничего не буду, у вас остается, у нас, у вас остается, дорогие, следующее. Мысль, молитвенное желание, которое, прорезая облака и все сферы, приходит к престолу благодати и милости Божией, и туда подается заявка, Господи, я устал, я не могу больше, помоги мне, Иисус. И оттуда приходит ответ в виде обновления в силе. Откуда вдохновение? Откуда сила? Сила у Бога, мы читаем. Откуда вот твоя ревность? Да не потому, что ты такой хороший, потому что Господь потрудился, и потому что благодать Божия поработала с тобой. И поэтому, когда у тебя приходит момент выгорания, ты должен знать, что это не конец, это не предел. Помните, что было у пророка Илии, который сел под можжевеловым кустом, прося себе смерти? Господь говорит, это не предел. Это не предел. Есть то, чего ты не видишь, дорогие, есть то, чего мы не видим. Мы достаточно ограничены, и слава Богу, что мы не все видим. Все видит Бог, все видящие, Его имя. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. То внутренний, опять же, мы читаем вторую часть стиха, или текста, то внутренний со дня на день обновляется. Значит, внешний тлеет, и мы об этом уже вскользь говорили, а внутренний со дня на день обновляется. Я призываю возлюбленные, чтобы нам читать текстописание медленно. Вот в тексте сказано, что обновление происходит со дня на день. Давайте зафиксируем это. Со дня на день. То есть, вот сегодня мы были в одном состоянии, уже завтра мы будем в другом состоянии в пользу обновления. Конечно, мы задумываемся о себе, мы начинаем просматривать свою жизнь, и мы спешим найти момент обновления ну, хотя бы в таком празднике, как встреча Нового года. 31 декабря народ Божий собирается в доме молитвы. Я думаю, что вы это делаете. Ну, по крайней мере, это принято. Что происходит 31 числа? Неважно, это в 6 часов вечера или 10, или сколько угодно, 31 декабря. Что происходит? Призывы братьев-проповедников к тому, чтобы мы просмотрели свою жизнь, и мы сидим с вами, или уже на коленях стоим, и мы шепчем, Господи, вот этот год, который прошел, он просто не удался. То ли причина в этой пандемии, то ли причина в войне на Украине, то ли еще какая-либо причина, но не получилось, Господь. Но вот следующее, я обещаю, я, кажется, украинцы, обетяю, обетяю, уже будет все хорошо. Следующий год я просто выложусь, и у меня все получится. Я очень сомневаюсь, что эти наши обещания осуществляются. Есть другой праздник, который нам тоже помогает, это праздник жатвы, или День Благодарения. А мы в нашей славянской традиции как раз это делаем в другой день, то есть не Thanksgiving, вот celebration и все такое, а мы это делаем. Что мы делаем? Мы украшаем дом. Вы тоже украшаете, правда? Да? Украшаете? Еще как! Вот, спасибо, брат. Еще как! Я не знаю, как вы украшаете, но в большинстве славянских церквей украшают за день до того, ну это понятно, и украшают почему-то листьями, виноградными там, еще что-то. И вот эти листья, они за сутки стали пожухшими, если я правильно по-русски выражаюсь. И когда мы приходим и так смотрим на эти листья, а потом самая канонизированная песня у нас, вот, братья, подскажите, это «А я только листья принес». Вот это мы из года в год, листья, листья, вот мы опять сожалеем, говорим, господи, ну не получилось у нас, ну не я же виноват, ну там обстоятельства, там экономика, я не знаю, что-то еще виновата. Ну, во всяком случае, ну не получилось. Вот эти листья, вот мы это все попели, попели. Произошло ли обновление, сомневаюсь. Вместе с тем, дорогие, должна быть точка обновления. Точно так же, как есть точка отсчета. Однажды сказали, что мы родились, великая радость семье. Однажды мы переступили, скажем, порог там, скажем, какого-то учебного заведения. Однажды мы пришли на работу, однажды мы оказались в этой стране. Точка отсчета. И точно так же, как есть точка невозврата. В какой-то момент, ну в физическом мере, давайте возьмем хотя бы что-нибудь наподобие Ниагарского водопада. Мне рассказывали, что там лодки, которые, некоторых смельчаков, которые хотят взорвать Инстаграм, они приближаются к этой точке невозврата. Ну для того, чтобы там это вот все снять, и потом. Вот они приближаются, им говорят, вы близко не должны к этой кромке, потому что там уже никто вас спасать не будет. Ну они, тем не менее, это делают, и все. Их нет. Точка невозврата. В духовном отношении сыновья Илия, священника, переступили эту грань и точку невозврата. Они уже не слушали отца, написано. Отец им говорил, кстати, глубоко несчастная личность или священник, но они его не слушали. Не слушали. Почему? Бог уже решил предать их смерти. Так вот, дорогие, должна быть точка обновления. В начале моего пресвитерского служения принял служение в 95-м году, был рукоположен. И вот я помню первые годы, меня очень интересовала модель нашего христианства, славянского в Америке. У нас есть богатый опыт. Я с глубоким уважением отношусь к нашему прошлому. И это наши отцы и деды, которые прошли через трудности и которые передали нам Евангелие. Наше христианство не началось в Америке, и оно не началось на необитаемом острове. Были те, которые передали нам это слово. Но вместе с тем есть то, что из нашего опыта работает, а есть то, что не работает. И мы должны быть достаточно мужественными, чтобы признать то, что не работает. По крайней мере, в нашем объединении Мидуэст, где мне поручено служение ответственного служителя, я именно об этом говорю с братьями-пресвитерами. Говорю, братья, мы должны быть сегодняшними, и мы должны силою Божией оказывать определенное влияние, потому что мы для этого поставлены. И если это не происходит, тогда влияние приходит и с другой стороны, и мы оказываемся в неправильном положении. То есть мы не выполняем того, что мы должны выполнять. Так вот, меня интересовали эти схемы, и я смотрел на те братства здесь американские, у которых получалось и получается передавать веру следующему поколению, кто может похвалиться преемственностью поколений. И некоторые такие братства, я много интересовался ими, вот обнаружил такое. Где-то по осени, ближе к концу года, они проводят revival services. Когда обращают слово к покаянию, если хотите, не к внешним, не к грешникам, а к своим. И тогда уважаемые фермеры и там другие братья, которые, там у них определенный есть достаток, прочий, они выходят вперед, склоняются вот в районе алтаря, как они говорят, для того, чтобы обновить свою жизнь. Раз в год они это делают, потому что без точки обновления мы в итоге окажемся в запущенном состоянии. Мы ведь, послушайте, переносим из дня в день, из года в год, то, что давно нужно было оставить, очиститься и осветиться. Из достаточно многих исповеданий, которые, в которых мне выпало участвовать, провожая уже в вечность братьев и сестер, я хорошо запомнил одно. Я пришел к нашей сестре, ей было 96 лет, и она была уже, ну, с такой старицей, которой тянулась молодежь. У нее было, знаете, такое тонкое чувство самоиронии, то есть она как-то позволяла над собой немножко подтрунивать, и это очень сильно располагало. И это была молитвенница, которая просто стояла в проломе за наше собрание. Я пришел к ней, ее звали Мария Кондратьевна. Я говорю, Мария Кондратьевна, попросил ее внучку, которая сама уже там бабушка. Я говорю, Люба, ты выйди, пожалуйста, мы с бабушкой поговорим. Я задаю ей вопрос, который я всегда задавал тем, которые уже вот близки к переходу. Я спросил Мария Кондратьевна, не стоит ли что-то между вами и Богом? Она улыбнулась с твоей такой скромной, слегка застенчивой улыбкой и сказала, братик дорогой, а что же я делала столько лет в церкви, когда я протягивала руку к вину и к хлебу? Что я там делала? Мне стыдно стало. Я стал извиняться. Мария Кондратьевна, да простите, я просто всем задаю, я должен задать. Она говорит, нет, нет, вы все правильно делаете. Потом она поучаствовала в вечере Господней. И когда она поучаствовала, я говорю, Мария Кондратьевна, давайте помолимся. И вот началась молитва. И до сих пор я помню, много лет прошло. Это просто потоки благодати. Она говорила, Господи, вот служитель Твой стоит, пусть Твоя благодеющая рука будет над ним, пусть у Него всегда будет избыток жизни Твоей. все, что она говорила, стоял и плакал. Должна быть точка, обновление. Два примера, дорогие. Первая из них записана в книге Бытие, 35 глава, весь отрывок с 1 по 10 стихи, но я буду читать выборочно. И Бог сказал Иакову, «Встань, пойди, Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встань и пойдем, Вифиль, там устрой я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил». Иодали ему всех богов чужих. Он это все закапывает, и они выдвинулись в направлении Вифиля. Почему? Потому что, когда он бежал от гнева брата своего, то там он пообещал Богу, что он обязательно здесь построит жертвенник, если вернется в мире. И вот Господь его возвращает к этому. И конец этого отрывка. «Явился Бог Иакову, и по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог». Теперь выводы по этой ситуации и по этому отрывку. Бог дважды обращается к Иакову. Первый раз указание к действию. «Встань и иди, Вифиль, там ты должен построить мне жертвенник». Второй раз Бог благословляет Иакова. Между первым и вторым обращением Бога к Иакову – обновление и очищение. Что побудило Иакова обновиться? Обращение к нему Бога. Когда Бог говорит, «Иаков, ты должен идти». Я представляю, он так посмотрел по сторонам, посмотрел на свое семейство. Ситуация была запущенной. И он говорит, «Мы не можем так служить Богу. Нам нужно очиститься. На нас много чего наросло». Небольшая ретроспектива. Когда Иаков уходил от своего тестя, Лавана, Рахель прихватила богов отца с собой. Догоняет Лаван. Там этот напряженный момент. Они ходят из шатра в шатер. Рахель сидит на этих самых богах. И в итоге, ну, нет-нет. В чем ситуация была? Почему был такой разгневанный, беспокойный Лаван? Ведь, смотрите, вначале он там вот эти все сентиментальные вещи говорит. И не дал мне даже поцеловать дочерей, внуков. Ну, так вроде понятно. Дедушка, дедушка, отец. Все правильно. Но дальше, помните, что он говорит? «Зачем ты украл богов моих?» А теперь библейская история. Или история, которая связана с древностью. Вот так скажем. По закону Нузу в Месопотамии на то время те, которые обладали семейными богами, они обладали правом на поместье, на имущество. Поэтому, когда Рахель взяла богов отца, она, в общем-то, подумала о безбедном будущем своих детей. Поэтому так был обеспокоен Лаван. И тогда Иаков не знал, что этих богов взяла Рахель. Но теперь он знает. Теперь он видит то, что эти… Он говорит, принесите богов чужих. Богу служить мы не можем. Нам нужно обновиться. Почему его послушались, его домочадцы? Они поняли, что с ним говорит Бог. Когда с нами… Я хочу обратиться, дорогие братья, главы семейств. Когда с нами говорит Бог, и мы говорим с Богом, это дает авторитет отцам и мужьям. Некоторые мужья пытаются создать свой авторитет, но каким-то другим образом. Например, деньгами, подарками. Кто-то вообще, трудно признать, кулаком пытается как-то, какой-то жесткостью. Все это не работает. Все это слабомощные приемы. Вот Бог говорит, я прославлю прославляющих меня. И когда они поняли, что с Иаковым говорит Бог, они говорят, все, мы все это несем. Никто не боится их. Никто не нападает на него. На всех был ужас. Почему? Потому что он поступил правильно, он обновился. И когда он пришел, написано, Бог благословил его. Мы часто просим, Господи, благослови, Господи, благослови. А он даже благословения не просил. Он просто обновился. Бог его благословил. Дорогие, я подхожу к концу. И, собственно говоря, я хотел бы сказать о том, что Бог благословляет новыми песнями тех, которые входят в общение с Ним. Это не наши общественные молитвы. Очень хорошо в вашей церкви молятся. Смотрите, один за другим. Но есть наша молитва за закрытой дверью, где мы не подбираем слов, где мы не прячемся за молитву. У Вильгельма Феттлера, одного из пионеров нашего движения, есть такое выражение – верующие часто прячутся за молитвой. Ну, понятно, мы же тут общественное, нужно как-то, чтобы молитва прозвучала, и она достаточно складной была, и вразумительной. Это все правильно. Но вот когда с закрытой дверью мы не подбираем слов, и когда там слеза стекает у нас по щеке, мы ее не стыдимся. Это моменты обновления. Это когда мы выходим из нашей сокровенности, и у нас крылья вырастают. Это когда мы поем. Мне говорят дети, мы знаем, когда папа был в общении с Богом. Говорит, вот там внизу в его офисе просто раздаются песни. Я хочу спросить тебя, как давно у тебя после молитвы приходило торжество? Крылья вырастали. Как давно тебе Бог в ночи или днем давал песни? Это не просто песни. Я с уважением к нашему песенному богатству отношусь. И современным, и прошлым есть достаточно много талантливых, глубоких духовных песен. Слава Богу, поэты, композиторы. Но я о другом. Это когда Дух начинает петь. Написано, во благодати воспевая Господу. Вот это, как давно это было. Если это было давно, я хочу предложить тебе сегодня точку обновления. Именно сегодня, не завтра. Когда мы склонимся, возлюбленные, пусть перед нами будет этот вопрос. Я обновляюсь или нет? Если ты живешь с Богом, и у тебя все нормально, это время славословия. И слава Богу. Если твоя жизнь запущена, сегодня я просто умоляю тебя, скажи об этом Богу, который, в общем-то, и так все знает. Но нужно проговорить эти вещи. Признать их нужно. Повиниться перед Богом. И обновиться. Давайте мы встанем для молитвы, дорогие. И просто обратимся к Господу. Будем мы молиться вслух, или будем молиться про себя. Главное, чтобы молитва состоялась. Искренно и честно. Сказать ему о том, что у нас на сердце. Помоги нам, Господь, в этом. Спасибо. 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 Спасибо.